Со школьных времен мы знаем про историю человечества и эволюцию, мы знаем как именно появился человек, но что если все что мы знаем ложь, что если люди не всегда жили на земле и прибыли сюда из другого места. С вами Топ Хайп и в этом выпуске я покажу вам находки и расскажу об интересных теориях, которые могут доказывать, что люди это существа с другой планеты. И перед тем, как мы перейдем к находкам, давайте начнем с теории. Существует теория планеты тюрьмы, которая гласит, что люди на земле и есть самые настоящие инопланетяне. Если верить этой теории, то получается, что мы все на самом деле потомки заключенных, которых когда-то привозили сюда с других планеты, оставляли выживать. Эта теория объясняет и странную агрессивность, и жестокость людей, и то, что с самых древних времен люди были очарованы звездами и небесными телами. Ни одно животное, в том числе высшие приматы, вообще не интересуются небом и звездами. Помимо этого, есть и другие признаки того, что люди на земле чужаки. 25-часовой график. Например, как утверждают некоторые сомнологи, часы человеческого тела больше приспособлены к 25-часовому дню, чем к 24-часовому. По их мнению, из-за этого у людей так часто и возникают проблемы со сном. Такие же проблемы были у людей и многие века назад. То есть, они не являются следствием современного быстрого стиля жизни. По словам уфологов, вероятнее всего, это указывает на то, что родная планета людей имеет 25-часовой период вращения. И даже тысячи поколений спустя наши организмы все еще ориентируются на такой график и не могут привыкнуть к земным суткам. Постоянные хронические болезни. Большинство людей в той или иной форме страдают от хронических болезней. Даже те, кто считают себя здоровыми. Подумайте о том, когда вы в последний раз хорошо себя чувствовали. Я имею в виду действительно хорошо. Когда не болела голова, когда не текло из носа от малейшего сквозняка или пыльцы растений. Когда вы не чувствовали себя уставшим и так далее. Возьмем даже нашу реакцию на солнце. Многие животные могут находиться под солнечными лучами круглосуточно. Им это никак не вредит. Люди же могут получить загар за несколько часов. А при нахождении под солнцем в пиковые часы, человеческая кожа может сильно обгореть. А если проводить на солнце слишком много времени, то есть риск возникновения онкологических и других неприятных болезней. Люди даже не могут смотреть на солнце без солнцезащитных очков, без риска повредить зрение. Хотя подобное вполне могут многие другие живые существа. Также мы не ощущаем магнитное поле Земли, которое чувствуют птицы и многие животные. А наш слух развит крайне слабо. Боли в спине. Боли в спине практически постоянный спутник людей в возрасте. А иногда и молодого поколения. Режущая, тянущая или просто ноющая боль. То, что испытывал каждый человек нашей планеты. Это то, что может часто доставлять самые разные неприятные ощущения. Это боль, которая портит настроение и планы на день. Но что если взглянуть с этого ракурса на мир животных? Какие из них точно так же страдают из-за боли в спине? Вероятно, таких просто нет. Возможным объяснением этому является, что мы привыкли к совершенно другой гравитации. На нашей родной планете она, скорее всего, не такая сильная. Здесь же, на Земле, из-за воздействия более сильной гравитации на наш рост, и возникают эти неприятные ощущения. Писатель и уфолог Элис Сильвер считают боли в спине самым важным признаком того, что Земля не является родной планетой людей. Осложнения при родах У животных время от времени могут возникать проблемы с родами, но это и близко не происходит так часто, как у людей. До развития современного уровня медицины летальные исходы или критические осложнения во время родов были очень частым явлением. Для животных беременность – также сложный процесс, но он все же является естественной частью жизненного цикла. Лишь у людей это связано с огромными рисками для здоровья и жизни. В настоящее время многие женщины не могут вынашивать младенцев, а также не могут рожать их естественным путем из-за слишком узких родовых путей или по другим причинам. Приверженцы теории планеты тюрьмы считают, что из-за пребывания на Земле головы человеческих младенцев стали слишком большими. При этом само тело женщины ничуть не изменилось, что в результате привело к усложнению процесса родов. Медленное развитие человеческого младенца Несмотря на то, что человеческий младенец рождается с очень крупной головой, его последующее развитие происходит крайне медленно. В животном мире нет ничего подобного даже у высших приматов. Шимпанзе и горилл, длительность жизни которых не так значительно отличается от человеческой, лишь ближе к одному-полутора годам ребенок начинает ходить самостоятельно. Уфологи уверены, что все это из-за того, что на самом деле человеческий детеныш должен вынашиваться куда больше, чем 9 месяцев. Примерно как у слонов, почти 2 года, но не меньше. Если он появится на свет после двухлетней беременности, он уже будет полностью готов к хождению. Что же на Земле привело к тому, что младенцы стали рождаться раньше? Может быть слишком большой риск выкидышей из-за тех же болезней? Или большое число хищников, которые могли навредить женщинам во время долгой беременности? Вопрос остается открытым. Дополнительная ДНК Несколько лет назад в журнале Nature было опубликовано исследование ученых, которые нашли в ДНК людей 223 дополнительных гена. Вероятно, они попали к нам от бактерий. Но вдруг именно эти гены и отличают людей от других живых созданий на Земле? Не попали они к нам далеко не от бактерий. Эту часть нашего ДНК также называют мусорной. Может быть, это остатки от наших инопланетных предков? Следует также отметить, что далеко не все ученые приняли открытие о 223 дополнительных генах. Может быть, они просто не хотят, чтобы люди узнали о себе правду? Повышенная тревожность Человечество – чрезвычайно тревожное сообщество. Оно было таковым и в прошлые века, и в наше технологичное время. Уровень смертности в некоторых странах растет, и все больше людей страдают от депрессии и сидят на антидепрессантах. Причины тревожности могут быть самыми разными. От ощущения безнадежности, бедности, нестабильности в жизни, до неприятностей на работе или в отношениях с другим полом. Почему людям так некомфортно среди себя подобных? Ни одна зебра в стаде или волк в стае не ощущает себя инородным телом, а наоборот чувствует себя комфортно с сородичами. Может быть, люди – одиночные создания? Но ведь, как показывает история, люди, наоборот, всегда стремились к жизни в сообществах. Так в чем же причина? Возможно, что-то на Земле мешает людям ощущать себя в комфорте и безопасности? Какие-то излучения или неподходящий воздух? Этот вопрос тоже остается открытым. Ну а в комменты напишите, что думаете на этот счет. Если у вас свои объяснения тому, что люди с другой планеты, и смотрите дальше, потому что впереди вас ждет несколько невероятных находок, которые говорят в пользу того, что древние люди могли прибыть на Землю из космоса. Изумрудная таблица Ученые из разных сфер науки время от времени обнаруживают необычные артефакты, происхождение которых никак не удается установить. Приверженцы теории вмешательства в таких случаях выступают за инопланетное происхождение предметов, в очередной раз подтверждающие то, что люди не всегда жили на Земле. Одной из таких загадочных находок оказалась изумрудная таблица. Ее происхождение до сих пор окутано тайной. Некоторые ученые считают ее довольно современной и предполагают, что она была написана на арабском языке в 18 веке. Говорят, что на ней содержится секрет создания философского камня, позволяющего превращать любую субстанцию в золото. Однако никому до настоящего момента так и не удалось расшифровать текст таблички. Необычная карта Удивительный объект был обнаружен в Перу. Это каменная карта, в точности отображающая планировку территории древнего города, на которой изображены все здания, улицы и водостоки. Но, к удивлению, никаких подобных артефактов неподалеку найдено не было. Неизвестно также, для чего была создана эта карта. Данный объект расположен в 50 километрах от самого ближайшего населенного пункта, окруженный только растительностью. Это довольно интересно, так как вряд ли создатели карты хотели, чтобы к ней имел свободный доступ любой прохожий. Сама карта сделана из прочного камня, а по всей площади просверлены дыры. Их около 30 штук. Видимо, они предназначены для того, чтобы карту не затапливало ни в какую непогоду. Сложно поверить в то, что карта была создана без каких-либо современных топографических инструментов. Так что загадок в этом объекте точно предостаточно. Дискалганта Многие ученые считают первой картой нашей галактики. И действительно, некоторые детали указывают на сходство с Млечным Путем. Например, в одном из лучей, там где находится Солнце, на Макете есть несколько точек. По оценкам экспертов, диску насчитывается более 2000 лет. Неизвестно, как древние люди могли раздобыть такие точные знания. Кто же создал эту удивительную для того времени карту и для каких целей? Возможно, это были древние мудрецы, а возможно, и их инопланетные собратья. Диск Сабу Этот странный предмет имеет практически идеальную круглую форму и составляет почти 70 сантиметров в диаметре. Он был обнаружен в 1936 году британским египтологом Уолтером Брайаном Эмери и датирован 3000 годом до н.э. После кропотливой реставрации диск Сабу заинтриговал многих ведущих египтологов. Дискообразный объект напоминает чашу с круглым дном и имеет три тонко вырезанных изогнутых лопасти с наклоном примерно в 120 градусов по периферии чаши. Объект был сделан из камня под названием мета-олеврит. Это пористая и хрупкая порода, из которой было бы очень сложно выточить цельную деталь, особенно настолько сложную, как диск Сабу. Возникает вопрос, каким образом при подобной хрупкости породы на диске были вырезаны такие мелкие и точные детали? Задавая этот вопрос, нужно учитывать возраст диска – 5000 лет. Это очень серьезно. Считается, что инструменты, которые использовались тогда, были сделаны из камня и меди, что сделало бы работу над диском Сабу крайне сложной, если не сказать невозможной. Следующая загадка – назначение этого объекта. С годами появилось много убедительных теорий. Наиболее известный из них гласит о сходстве диска с рулем современного автомобиля. Однако считается, что в то время египтяне еще не знали о колесе. Другие теории говорят о том, что предмет не мог иметь ничего общего с тем, что существовало на Земле тогда, и приписывают диску инопланетное назначение. Ну а в комменты напишите, с какой вы планеты, а также, если вам было интересно, ставьте лайк и подписывайтесь. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!